В Священном Куране есть аят, в котором Всевышний Аллах говорит «Аулзу билляху мене шайтану ражим» Аллаху Та'аля описывает вот эта Дунья, вот эта мирская жизнь. Какова она? Ее описание дает Аллаху Та'аля и говорит «Ва маль хаяту д-дуния илля матау л-гурур» Вот эта Дунья, земная жизнь, это всего лишь наслаждение, говорит Аллаху Та'аля, наслаждение обольщением. Гурур еще как обман. То есть этот мир, он тянет, он обольщает, то есть притягивает к себе своими красивыми какими-то призывами и обманывает человека. Эта Дунья за всю историю человечества очень много людей обманула и обманывает сейчас тоже. Особенно молодые люди находятся в опасности сегодняшний день, потому что для того, чтобы обольстить молодежь, чтобы их обмануть, созданы все условия в этом Дуньяле. И это, конечно же, старание шайтана и его потомство. Иблис и его потомство набрали опыт и сегодня они работают так, что обольщают в этом Дуньяле. Особенно молодежь. Ну я не говорю это только молодежь, но особенно молодежь. Я прочитал вот, наверное, хороший пример, что такое Дунья. Я нашел рассказ, который случился с учеником Абу Ханифа, Рахима Аллах, Абу Юсуфом. Этот рассказ, который очень четко описывает земную жизнь. Имам Газали, Рахима Аллаху Тааля, в своей книге Ихья тоже приводит этот рассказ. Абу Юсуф рассказывает, я, говорит, 3-4 дня, 3-4 ночи подряд видел один и тот же сон. Этот сон был необычный, он был странный и он был страшный, говорит он. И я хотел бы, чтобы вы мне, как наставник, имам Азаму, говорит, ну дали понять, что же этот сон может означать. И он говорит ему, расскажи, какой у тебя сон, что ты видишь во сне. И он говорит, он наставник, Абу Ханифа, Рахима Аллаху. 3-4 ночи, я, говорит, в страхе, в поте просыпаюсь, как будто, он говорит, я вижу себя в пустыне. Я иду по пустыне, и за мной бежит лев. Я от него убегаю, и некуда мне бежать, прямо только в пустыне. Я убегаю, убегаю от этого льва, и вдруг я вижу колодец, он говорит. Я не знал, что делать, куда деваться, я прыгнул от этого льва в этот колодец. И когда прыгал, я ухватился за веревку, в которой в воду набирались этого колодца. И я, говорит, держусь сильно за эту веревку, смотрю наверх, и вижу, говорит, льва, который стоит наверху. И я, говорит, смотрю вниз, и внизу я вижу, говорит, огромную змею, которая раскрыла пасть и ждет, пока я упаду в нее. И вот так, говорит, я нахожусь в страхе. Вдруг одно время приходят две мышки белого и черного цвета, и я смотрю наверх, они начинают грызть веревку, которая у меня наверху, за что я держусь. И начинают грызть черное, с другой стороны белое. И я, говорит, не знаю, что делать. В этот момент он, говорит, вдруг я оглядываюсь по сторонам и перед собой вижу, как вот на стенках этого колодца, от того, что там время прошло, вот эти разные там, эти травы что-то выросли, и ягоды вижу, говорит, передо мной. «Красивые свежие ягоды появились». И я забыл, что наверху есть лев, и внизу, что змея раскрыл пасть, и что мышки кушают веревку. Я, говорит, протягиваю руку, беру эти ягоды и начинаю кушать их с удовольствием. И вот так, говорит, я отвлекаюсь на эти ягоды и кушаю их, он, говорит, рассказывает. И на этом, он, говорит, я закончил рассказ. Абу Ханифа, Рахима Аллаху Та'аля, внимательно выслушал его и говорит, «О, Абу Юсуф, ты знай, — говорит, — что вот этот лев, который за тобой гонится, — это смерть. Смерть, от которой ты убегаешь в этом мире. Вот эта змея с раскрытой пастью — это твоя могила, которая ждёт тебя. А вот эти две мышки, которые съедали твою верёвку, белая и чёрная. Белая — это означает день, а чёрная — это ночь. Это твои дни, которые проходят в этом дуняле. Вот это ягоды, которые ты перед собой увидел. Это есть, говорит, дуня. Этот дунял, который ты обманулся, который ты начал есть и забыл о смерти, забыл о могиле и забыл, что проходят твои дни. Вот эта верёвка, говорит, — это твоя жизнь. Вот-вот, говорит, — твоя жизнь закончится, вот-вот смерть тебя настигнет, но ты, — говорит, — обманулся дунялским каким-то наслаждением, которые временные, которые тебя отвлекли от всего этого. Но ты знай, — говорит он, — если тебя Аллах посредством этого сна хочет наставить, побудить, то знай, — говорит, — что Аллах желает тебя наставить. Аллах желает, чтобы ты проснулся, пробудился и понял, что смерть идёт за тобой и что могила тебя ждёт. Вот таким образом разъяснил Абу Ханифа, рахима Аллаху та'аля, сон. На самом деле, братья, дунял — это и есть вот эти ягоды, всего лишь вот эти ягоды. Люди столько же стараются, люди столько пытаются в этом дуняле, столько переживаний, лишь бы, чтобы этот дунял заработать. Но если у лямаи говорят, вы посмотрите, — говорит, — в историю, в историю, тем, кому Аллах дал весь этот дуня. Были же люди такие, четыре человека, два мусульманина верующих и два неверующих. Они обладали всем дунялом. Мусульманин — это Сулейман, алейхиссалям, которому Аллах дал весь дунял, но у него в сердце не было дуняла. И Зуль-Карнайн, которому Аллах дал власть на всем дуняле. Не мусульманин — это намруз, который имел власть, который был во времена пророка Ибрагима, алейхиссалям, который проявил гордость и высокомерие, и которого Аллах унизил самым мелким своим творением. Это комар, который залетел через ноздри ему в голову, и который вышел тогда, когда вышла его душа. И это Шаддад. Шаддад, который имел власть во всем мире и который построил город, о котором Аллаху Тааля в Священном Коране рассказал. Никто не строил такой город, как он построил в мире. Улемаи говорят, теперь посмотрите, где они и где их дунял, который они заработали. Ничего не осталось, братья. Вот так же и жизнь пройдет. И Джибриль, алейхиссалям, пришел к Нуху, алейхиссалям, спросил его, ты долгожитель в этом дуняле? Улемаи говорят, он жил больше 1700 лет. 1700 и больше лет жил в Нуху, алейхиссалям. Как ты видишь эту дуня? На что Нух, алейхиссалям, сказал, это как дом, у которого есть две двери. Я, говорит, как будто зашел в одну дверь и как будто вышел с другой двери. Вот это и земная жизнь, братья. Поэтому переживать за эту дуня, поэтому беспокоиться за эту дуня не стоит, братья. Эту дуня Аллаху Тааля создал для Ахирата. Поэтому дай нам Аллах Тауфиq, чтобы особенно молодым, я говорю, нам пророк, алейхиссалям, завершал, вы цените молодость, пока не наступила старость. Аксакалы знают, как тяжело в старости, то, что можно было сделать в молодости, не получается делать. Поэтому ценить молодость, пока не наступила старость. Цените жизнь, пока не наступила смерть. Цените здоровье, пока не наступила болезнь. И цените богатство, пока не наступила бедность Поэтому дай Аллах нам тавфик, чтобы мы ценили эту жизнь И чтобы этот дуньел мы только использовали для ахирата Дай нам Аллах тавфик в этом Вальхамду лилляхи